Эй, братские печени! Всем привет, с вами Элли Новис, и я продолжаю проходить Салли Фейс. Это у нас сейчас с вами эпизод под номером 3. И если вам понравится видео и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него, вам это будет не сложно, а мне приятно. Так, ну что, поехали. Сейчас мы тут будем с вами ходить бродить за вот такого нарисованного человечка. Так, а куда идти-то туда, да? Поговорить? Это что-то за пирамида головы здесь? Эй, ты в порядке? Ага, все понятно, все у тебя заебись. Эй, ты в порядке? Ну да, у него все нормально, все отлично. Что стряслось с твоим другом? Он узнал правду, и правду уничтожила его душу. А теперь оставь нас, пожалуйста, в покое твоя голова, напугая детей. Можешь рассказать, куда он отправился, чтобы найти прозрение? Он пошел к пребудрому пророку, который живет за лугами смерти. Но круглоголовый туда никогда не доберется. Ну, ладно, не доберется, не доберется. Здравствуйте. Ты утконос? Вы в порядке? Что стряслось с вашими конечностями? Ох, да не в жизнь. Как бы ты себя почувствовал? Прости, спроси я. Что стряслось с твоей головой? Я не хотел вас обидеть, я просто... Фи! Доставай... Иди доставать кого-нибудь другого. Здравствуйте, мисс. Не обращай внимания на мою сестру. Она обхапринничает из-за солнца. Ничего страшного. Наших предков растерзал великий зверь. С тех самых пор наш народ трясует бесконечностей. Какой же зверь на такой способен? Мы о таком не говорим. Если хочешь узнать побольше, отыщи за гранью смерти жрицу. О, ебать, ни хера себе. Это жрица, что ли? Ты великий зверь? Я тебе, дружок, не сдохнуть. Прости, не обращай внимания. Я свое нравничаю из-за солнца. Великого зверя не видели больше сотни лет. Ты знаешь не найти пророка? Ты про сумасшедшую старую коргу, которая живет за гранью смерти? Просто спустить по этой лестнице, как всегда. А можешь пройти, да? То есть ничего не будет со мной. Окей. Так. Ё-моё, ё-моё. Здравствуйте. Тебе не стоило сюда приходить. Где я? Там, где живет темнота. Это лук смерти. Когда выгорает солнце, приходят ужасные вещи. Происходят ужасные вещи. А? А? Ну, окей. Все, пошли. Ничего интересного. Вы пророк? Палки зовут меня различными именами. А вы знаете про Великого зверя? Множество лет назад он выпал с из Великой дыры. В десятки лет он пожирал палки, но блистательный взрыв прикончил его. Многие считают, что зверь мертв, но нам-то хватает ума думать иначе. Что за Великая дыра? Эон. Чё? Эоны? Эоны лет назад мы прорвали её в бумажной материи этого мира. Великую дыру, что содержит все знания мира. Когда не добраться? Что для тебя значит правда? Э? Всё. И чё? Блин, я вот этот эпизод что-то не... Начало не нравится. Я вообще такие вещи не люблю. Реально. Так, мисс Спокертон. А-а-а, прошу прощения, мистер Фишер. Сал, проснись. А? Как-то не похоже на математику. Ох, простите, наверное, я вздремал, но я уже завершил тест. Я знаю, дорогой, и ты прошёл его, но постарайся больше не засыпать до конца занятия, хорошо? Конечно, это не повторится. Эй, мистер Фелпс, смотрите свою собственную работу. Хорошо. Урок почти окончен, убедитесь, что перед уходом знали свои тесты. Так. Эй, чё дело? Хуило, блядь, сейчас тебе ебал. Раскрашу, будешь тут пиздеть на меня. Стоит, недовольный, блядь. Обосрался в шот на себе, что ли? Чё там? Никто не любит белых и пушистых. Шарлы, грамм, соли. Никто не любит банальных задир, Трэвис. Тебе что, заняться больше нечем? Да ты, сука, её не словарю, орел. Знаешь, если ты вытащишь палку из задницы, то можешь и узнаешь прелести жизни. Даже, и может, даже заведёшь друзей. Отъебишь, пиздрила. У меня больше друзей, чем у тебя когда-либо будет. И ты своего папочку... И ты своего папочку этими губами целуешь? Уверен он? Ебай, хуя себе. Какого хера у шляпок? Ты как, Сал? Я в порядке. Давай доложим на этого придурка. Не, не парься, поверь. Так будет только хуже. Мне приходилось сталкиваться с задирами и похлеще Трэвиса. Сал, у тебя кровь. Да всё в порядке, правда. Вот, давай я вытру своим платком. Подожди, погоди, дай, ты не можешь, я... Вот, просто небольшая царапина. Не переживаю, её почти не видно. А, спасибо, Эш. Ларич, ребят, что случилось? Опять Трэвис? Вот мудила, я его убью. Ларик, я в порядке, всё нормально, не парься. Сал прав, не надо ворошить говно, только хуже будет. Если он подохнет, еду... Если он подохнет, едва ли. Тогда он наверняка будет летать по всей школе, и мы встрянем с этим уебог... Уебогоголовым ещё на два года. Ха, и это говорит главный скептик. Вы же знаете, я, что я люблю вас. Но история о призраках, это слишком даже для меня. Значит, хочешь спустить поведение Трэвиса на тормозах? А он того не стоит. Плюс, если подумать, кто знает, какая у него там дома обстановочка, у него злость и наверняка... У его злости наверняка есть причина. Да, он наверняка обесится только из-за того, что сэндвич колбасой сдвинули на завтра. Хе! Серьёзно, впервые вижу, чтобы кто-то так сильно любил дерьмовиший обед. Это же прям тюремная еда. А ещё он не любит пицца пятницы. Как можно не любить пиццу? Это бесчеловечно. Ну, может быть, ему там с ананасами пиццу даёт, поэтому он её ненавидит. А, всем нормальную пиццу, а этого... Уебогоголового кормят пиццей с ананасами. Я смотрел там недавно ролик, пиццу готовили, в тесто добавили сироп от ананасов. Что-то ещё там добавили. Короче, полностью ананасовая пицца выходила. Жесть вообще. Может, этим кормят этого мудила Тревиса. Так. Может, он пришелец? Ха! Только этого нам не хватало. Псс, Ларри, когда рядом не будет сало, я помогу тебе кокнуть Тревиса. Я всё слышал! На следующий день. Колбасный день. Я что-нибудь пиздал бы лево там, наверное. Кто знает. Китая же вообще тоже какая-то очень странная. Пахамуха, это чё такое? Вам так кажется, что эта колбаса странно пахнет. Мне казалось, на прошлой неделе она была не очень, но это её явно превзошло. А я слышал, эту колбасу делают из козьего мяса. Кажется, на прошлой неделе после колбасного дня куча народа не пришла в школу из-за плохого самочувствия. Чё вы? Эй, ребята, не надо портить мне обед. Прошло. Это единственное приятное, что это дня. Групповое совещание? Я за. Я тоже. Я в деле. Развлекайтесь, я останусь в спыг. Надо узнать, правда ли с этой колбасой что-то неладное? Может, попалась плохая или просто просроченная говядина? Эли плохие козы, говорю тебе, братан, это полный стрём. На говядину вообще не похоже. Данный продукт, вероятно, является смесью дешёвых мясных компонентов из различных источников говядины. Свинины, курицы или индейки. И или индейки. Тот, чувак, у меня уже лодок в трубочку сворачивается. Словно повторение, ход дождь его инцидента. Ох, надеюсь, нет. Возможно, стал прав. Вполне вероятно, что с мясом что-то не так. Я бы хотел проверить наши сэндвичи в лаборатории. И посмотреть, удастся ли обнаружить следы бактерий, признаки и сечения срока годности. Но не помешают узнать и конкретные ингредиенты. Ладно, Эш, иди с Тодом и помоги ему в лаборатории. Мы с Ларри постараемся накопать больше информации о колбасе. А дело, говоришь? Бля, Пыха жалко, блядь. Сейчас его там нахуй расколбасит от этой колбасы. О, эм, привет, Ларри. Привет, Мэйбл. Ты разве не будешь обедать? Мама опять делала мне сэндвич с арахисом, маслом и джемом. Я устала есть одно и то же. О, ну если ты не собираешься? Конечно, ты можешь его съесть, Пых. Охурменно! Да ему похер, он как пылесос всасывает в себя продукты. И на него они никак не действуют. Убийственное желудок у него. Так, подожди. Опа. С Трэвисом еще пиздеть надо, да? Наверное. Если Кимом можно пообщаться, в холл сходить. Ну давай, начнем с Трэвиса. А что у него с глазом? Подбили ему, что ли, в глаз? Как раз показалось, что мусор учуял. Какие планы, голубки? Усохнет, Трэвис. Разве парочка сэндвичей не жаждет твоего внимания? Вам повезло, что сегодня колбасный день. Это тебе, я думаю, не повезло. Здравствуйте, Ким. Мы хотели бы спросить про колбасу. Не могли бы рассказать, где школа ее закупает? Почему тебя так интересует колбаса? Кем мне вкусно готовят? Нет, нет, нам просто интересно, где? Ну-ка, детишки, возвращайте мне свои места. Никаких больше вопросов. Как думаете, можем мы увидеть упаковки или... Никаких упаковок. Прижмите попы к стуле вперед. Че, 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 че такое? Да уж, да уж, вот это провал. Он навсегда... А, это же девушка. А, ну, мужик. Она всегда выглядит такой несчастной. Интересно, почему он не уволится? Такое ощущение, будто ее мутят от вида детей или тип того. Чувак, а что если это Ким отравляет обеды? Не знаю, осталось ли в этом городе место для очередной теории заговора, но думаю, стоит узнать. Может, у тебя получится прошмыгнуть в офис директора и взглянуть на ее досье? А я пока узнаю, как там дела у Тодда. Ладно, и посмотрим, что получится. Так, ну что? Подождите, 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 требуется. Подойдем. Че тебе надо? Шуруй отсюда, мальчик, оставь меня в покое. Эй, Салли, Крам Салли, как продвигается расследование? Пока не очень, но мы работаем над этим. Вот только заражайте времени. Говорю, колбаса отличная, с ней все в порядке. Чувак, для тебя все вкусно. Эх, пых, а ведь здравое замечание. Да-да-да. В любом случае, надеюсь, ты прав. Так, ну что, погнали в холл. Посмотрим, что у нас тут. Столовая. Шкафчик сала. Шкафчики. Шкафчики. Женский туалет. Мужской туалет. Опять столовая. Так, здесь... Ничего, это двор. Ладно. Давайте, наверное, сейчас по этим злачным местам пробежимся. Погнали в женский. Лучше не стоит. Окей. Заходить не будем, значит. Заперто. Будь у меня скрепка, я бы мог их отпереть. А-а-а, вон оно что. Шкафчик сала. Что мы можем тут с вами взять? Это что? Просто мои учебники. Тот предложил взять в этом году физику. И мне серьезно нравится. Окружающий мир невероятен и полон загадок. Так. Я таскаю этот рюкзак с тех пор, как начал ходить сюда, в школу. Он немного потрепанный. А, и все, да? Наша фотография с Хэллоуином. Было ужасно весело. Мне ужасно повезло иметь таких замечательных друзей. Обычно мы открываем шкафчики скрепками. Так, быстрее комбинации запоминать не нужно. Будь у меня скрепка, я мог бы отпереть другие шкафчики. Ммм. Так, надо где-нибудь скрепку взять. Столовая сто процентов там не будет. Там сейчас идет урок. Ага, во. А зачем мы сюда приперлись? Чтобы взять... А, скрепку мы взяли. Хорошо. Что-нибудь еще можем спануть? Нет. Вот тут, видите, сделано так, что некоторые предметы все-таки подсвечиваются. Некоторые без подсветки. Холл 2. Оу. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Подожди. А! Там надо проверить, что как у Тода дела, кстати. Во, мы в лабораторию пришли. Ого, пластилин. Взяли пластилин мы с вами. Непонятно для чего пока что, но... Разберемся. Что-нибудь нашел? Пока нет. Удалось достать ингредиенты. Нет, пока нет. Где Эш? Она ушла, чтобы достать для меня кое-какие материалы. Рекомендую поискать у кладовки уборщика. А вообще она уже должна... Да, уже должна была вернуться. Так, скоро вернусь. Так, скрепочка есть. Давай-ка пойдем сходим сюда. Там сейчас идет урок. Это двор. О, Эш. Эй, что такое? Дурацкая кладовка закрыта. Мне нужно было кое-что оттуда взять для проверки колбасы. Я попыталась скрыть замок, как показывал Ларри, но моя заколка застряла в скважине. Хм, тут не помешали бы плоскогубцы, но... Ага, они либо в кладовке, либо у уборщика. Только вот он всегда уходит во время обеда. Посмотрим, что мне удастся найти. Спасибо. А я подожду попытки открыть... Продолжу попытки открыть дверь. Подожди, а я не могу пластилином попробовать как-нибудь там прилепить эту заколочку? Отцепить? Нет, да? О, ладно. Так, ну сейчас мы воспользуемся скрепочкой для того, чтобы... Так, материал для изобретения у тода всегда под рукой. Не знаю, как он делает и половину... Не знаю, как он делает и половину того, что делает этот парень настоящий гений. Светящаяся картофельная штуковина. Научный эксперимент, который тот показывал на занятии. Удивительно, что она до сих пор работает. Ничего удивительного. Это шкафчик... Что шкафчик тода наполовину забит книгами. Меня восхищает его неустанное любопытство и жажда знаний. А тот и его... Чего? Тот и его парень Нил, они всегда такие счастливые, когда вместе меня это тоже делает счастливым. В смысле? Его парень? Тот того, что ли? Ага. Охереть. Нормально так. Заднеприводный, оказывается. Тот у нас. Надо быстрее от его шкафчика выходить. А то можно неожиданно заразиться. Это херней. Так. Эш шьет тропичные куклы. Мне кажется, они здоровские. Она называет их чувачками. Сейчас в шкафчике у Эш с вами копаемся. Все для рисования. Эш и Лари замечательные художники. Они пытаются научить и меня. Но я никогда не достигну таких высот, как они. Но это ничего. Мне нравится с ними рисовать. А они никогда не принижают меня за то, что у меня плохо получается. Полароид. Эш. Она... Так. Она все время что-то на него фотографирует. Он может пригодиться. Уверена, она не станет возражать, если я его водоложу. Конечно. Фотографии Эш. Среди них есть и старое фото с Лари. Я так рад, что познакомился с этими двумя. Ой. Это же я. Не знал, что у меня в шкафчике висит мое фото. В Лари. Шкафчик за скотчем. Всякие штуки, которыми Лари рисует. Он такой грязнуля. Хе. В какой-то степени я даже восхищаюсь его беззаботным отношением. Рюкзак Лари. Мы с Лари через многое прошли. За последние два года. Он уже не просто мой лучший друг. Он семья. Не знаю, что бы без него делал. Ага. Дэд Тонс. Ну, это Дэв Тонс. Рюкзак прикольный. Корн. Паниса. Ну, это Пантера, да? Эдзи. Грейтс. Это Металлика. Прикольно, прикольно. Мой рисунок. Я собирался его выконуть, но Лари мне не позволил. Он сказал, великое искусство не обязательно должно быть красивым. Главное, чтобы оно передавало настоящие эмоции. А здесь обосраться, сколько эмоций, чел. Вот серьезно. Это старый рисунок Эш. На самом деле, именно она научила Ларе многому, что он знает сейчас. Она замечательный учитель. Если бы не Ларе, мы с ней, может быть, никогда и не сблизились. Ага, так, так, так. Это все осмотрели мы на шкафчике. И у нас... Ну, по сути, мы... Все шкафчики облазили. Взяли Polaroid. Ну, я так понимаю, что да. То все. Точно нам сюда не надо? Может быть, кто-то здесь... Будет? Да нет, никого здесь не будет. Еще один момент, когда я там бежал. Я же там рычаги какие-то дергал. Может, где-то была подсказка, как надо рычаги было дергать. А вот когда я бежал от этого монстра. Вот. Там тоже, может, что-то открылось бы. Ну как? Все учителя в кабинете. Я жду подходящего момента, чтобы проскользнуть. Ладно, понятно. Дур. Что это такое? Мячик. Зачем мячик? Пол. Так, окно. Птицы. Я их не вижу. Наверное, они прячутся. Подожди. Я могу как-то... Ладно. Понятно. За окном учителя. Нужно придумать, как привлечь их внимание, чтобы меня заметили. Может, выйдет пошуметь. Подожди, ну может быть мячик? Ага. Самый обычный теннисный мячик нашел. Бросить. А? Что это было? Не знаю. Но, кажется, звук шел снаружи. Ничего не вижу. Я? Может, опять эти глупые птицы? Так, секунду. Камера, я же пленки осталась совсем чуть-чуть. Фото, да? А что мы должны сделать? Мы должны птицу сейчас поймать, сфотографировать. Ну да. И зачем? Ну а могу еще сфотографировать раз? Ну не, больше не. Больше не выходит. Так, окей, окей. А если... Подожди. Че там, он сказал? Здоровский отвлек? Да. Он бы еще разбросить его? Нет, уж не могу. Так, значит, учителя у нас там отвлеклись. Неплохо. Неплохо. Ну как, удалось проскользнуть? Ага, классно ты придумал, отличик. Я видел ее досье. Крутяк. И как... И как? Есть там что полезное? Ну, мне не удалось хорошенько все рассмотреть. И сможешь снова отвлечь в теле. Может, я просто запру досье? Нет, не стоит привлекать лишнее внимание. Лады. Ты тут, босс, Салли. Так, что будем делать? Дай мне минуту. Я что-то придумаю. Что-нибудь придумаю. В смысле? А ну-ка. Подожди. Так, я думал, это как-то передать ему фотоаппарат этот, не? А, вот, использую камеру Эш, чтобы сфотографировать досье. Отлично, мысль, братан. Я готовлю. Погнали. Поехали. Ну и что? Поехали. Можешь сам как-то... Это дело сделать? А? Что это было? Не знаю, но как-то... Так, ага. Ну все. Пойдет. Достал? Чувак, досье пропало. Чего? Как ты? Никто не прошел бы мимо тебя незамеченным. Ха-ха. Да ладно. Я просто не буду, братан. Фотка у меня. Ах ты, жопа тараканья. Ха-ха. Зачет. Давай-ка поглядем. Кем язи. Дра. Блин. Я ж ничего не нажал. Че такое творится-то? Каза, я знаю, что делать. Встретимся в лаборатории. Лады. В смысле, блин? Я не успел даже почитать. Че-то написано было. Так. Кем язи. День рождения. 12-й, 10-й, 6-й, адрес Фернвей. Дан... Телефон. Не та. Должен буфетчиться. Образование среднее. Предыдущее место работы. Фотограф-любитель. Заметки сказать... Так, прекратить кормить птиц. Заметки сказать. Ким прекратит птиц во дворе. Это выводит из себя учителей. Ага. Ясно. Так. Понятно. Пойдем, значит, сходим сейчас. А мы сюда не попасть не можем, потому что там... Это учительское. Можем... Это тоже учительское, что ли? Не верится, что Ларе удалось пробраться в офис директора прямо под носом учителей. Молодец, Ларе. Я не могу уйти. Нужно завершить расследование до того, как закончится обед. Так, значит, мы идем сейчас к Ким. И вручаем ей фотографию птицы, да? У меня есть для вас кое-что. Что это? Фотография птички? Ты сфотографировал ее, а? Ага, для вас. Небольшая благодарность за всю вашу работу. Да, милый мальчик, Салли. Спасибо. Я тут подумал, а вы не могли бы сказать, откуда производят колбасу? Привозят колбасу. Почему ты так заинтересован колбасой? Ну, Эмма, нам с друзьями очень понравилась эта колбаса, так что мы хотели бы узнать, где можем купить ее. Это дело, Рук. Покертон. Сто процентная говядина. Она привозит ее с фермы каждую неделю. Вот, держи еще немного места за то, что ты подарил Ким милую фотографию. Ага. Спасибо огромное. Так, есть колбаса. В смысле? Как вернусь домой? Повешай фотографию в квартире. Спасибо тебе, милый юноша. В смысле? А ты... А, это все. Понятно. Подожди, а может быть ей попробовать дать этот фотоаппарат? Не, не пойдет. Она же любит фотографировать. В смысле? И что? Все, подвисла, что ли, игра? Отлично. Ладно, Ани. Все, нормально. Странно. Думал, игра подвисла. Так. Этот ушел, да? Бешеный друган. Эй, Сали, Крам Сали, как продвигается расследование. Пока не очень, но мы работаем над этим. Вы только разрешите время. Говорю вам, Крам... А, ну это же он болтал. Так, 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 так. Так, значит, колбаса есть. Значит, нам надо идти в лабораторию. Я принес еще колбасы. Идиально. Кейм сказала, что ее делает миссер Спакертон. Спакертон. Ого, нифига себе. Она ведь живет в апартаментах. Откуда она за отмеса? А, да, я и забыл, что она там живет. Я очень редко ее вижу. Наверное, за все время своего пару раз замечал ее в здании. Она поздно возвращается. Думаю, она совмещает несколько работ. Учителям не так много платят. Так что это обычное дело. Впрочем, когда мистер Спакертон дома, там довольно шумно. Это странно. И что будем делать? Спросим мисс Спакертон об этой странной подработке? Или вы сами попробуете докопаться до правды? Эх, не знаю, что думаешь, Сал. Давайте немного с вами повынюхиваем, прежде чем пойдем к Пакертон. Не нравится мне все это. Если и правда происходит что-то гнусное, не стоит давать Пакертон знать, что мы этим заинтересовались. Точно. Хорошая мысль, Салли. Ладно, тогда почему бы вам с Лариной смотреть кабинет мисс Спакертон, пока идет обед? А мы с Тоддом закончим исследование колбасы. Читаешь мысли? Ладно, мы скоро вернемся. Офигеть, так. Ларри, постоишь на стрёме, жди у двери на случай, если кто-то решит сюда зайти. Лады! Черт, ящики закрыты, а? Ты ведь помнишь, как вскрыть замки? Я тебе показывал. А, но здесь нет замочной кважины. Нужна комбинация? Гремучий случай. Ну и как нам открыть эту хреновину? Дай-ка я посмотрю. Погоди. Ты когда-нибудь задумался, как отнеслись бы к музыке динозавры? Не вымерли бы? Не вымерли бы они. Боюсь, бьюсь я бы за заклад. Они бы им башни... Она бы им башни снесла, чувак. Так, вопрос, как вскрыть замок? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, все не то, подожди. Все это дело закрытое... Ну, то есть, это все дело можно разгадать, мне кажется, посмотрев на доску и найти там точки соприкосновения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так... Х равен... 16 третьих. И что это нам дает? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 3-1-4-1. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну-ка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, так есть. Открыл! Здорово разработан, чувак! Что внутри? Кипоработа по математике и... Погоди-ка, здесь скрытый отсек. Чувак, да здесь какая-то крепотинь! Что там? Я не уверен. Ё-моё. Куча бумаг с разными заметками и нацарапанными символами. Похоже, они написаны на другом языке, я не могу их разобрать. Небольшие баночки, заполненные чем-то напоминающим специй. Может быть, для готовки? Библия, книга очень старая, но в ней ничего особенного. Почему у неё тут лежит птичий череп? Как-то жидковато. А, странный металлический предмет, похожий на шкатулку Джима. Он может оказаться важен. Возьмём. Какая-то металлическая... Ай, там, наверное, было дальше... Так, эээ... Чёрт! Что опять произошло? Ага, я... Да ё... Так, чё там? А-а-а... 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 Набор букв непонятно... Нет... Лас... Ладно. Ты уверен? Может, дело в обезвоживании? Ты ещё не по... И... Ты ещё и не пообедал. Всё... Всё кончено. А? Всё уж закончилось. Но... Неважно. Нужно встретиться с Тодом и Эшли. Там надо было смотреть дальше, блин. Ну ладно. Эй, ребят, мы тут... Мы нашли в столе у Пакертон какие-то стрёмные штуковины. А как тесты продвигаются? Эээ... Мы не выявили никаких признаков вредных химикатов и бактерий. Впрочем, думаю, мы все согласимся с тем, что здесь происходит чьё-то странное. Что... Что бы это ни было, давайте пока не говорить об этом пыху. Беднягу чуть удар не хватил, когда перестали подавать мясной рулет. Да, Эш права. Пусть это останется между нами, пока не поймём, что происходит. Ладно, похоже, мы знаем, что дальше делать. Блин, я опять пропущу всё самое интересное. Мне нужно будет присмотреть за Беном до прихода родителей. А может и после. Позднее в этот же день. Мне понадобится немного времени, чтобы всё подготовить. Ничего страшного, мне всё равно нужно сначала кое с чем разобраться. Ладно, встретимся в комнате Тодда, когда все будут готовы. Так, что это? Забились. Так. Опа, опа, опа. Нихера себе он тут это... Уже деньги за чай берёт. Наглая морда, ты глянь-то, а, на него. Генри Фишер, Генри Фишер, Генри Фишер, Мусор, Мусор. О, Сал Фишер, мне письмо. Хм, нет обратного адреса, как-то странно. Конверт пустой, что за фигня? Точно? Так, чё там? Потом папину почту заберу. Ага. Кто-то спёр... Чё там? Подожди, а... Где шкатулка-то? Мы её не брали, случайно, с собой? Добрый вечер, Салли, как поживаешь? Вот это прекрасный денёк. Здравствуйте, мистер Эдисон, я в порядке. Как вы поживаете? Прекрасно, юноша. А-а-а... Вам нравится новая виска? О, она чудесная. Благодаря вам, Салли, у меня словно собственная чайная. Я скучаю по временам, когда раздавал чай жильцам бесплатно. Но я просто не мог позволить себе продолжать. Я рад, что вам нравится. А ещё я считаю, что брать деньги за чай абсолютно резонно, все понимают. Как я рад это слышать. Есть новая жильца? Боюсь, что нет. Хотя на следующей неделе придут смотреть на комнату. Так что, думаю, надежда на горизонте виднеется. Уверен, что вам скоро улыбнется. Удача, Терренс. А если вам с чем-то понадобится помощь, не стесняйтесь у меня её попросить. Вы так добр, Салли. Спасибо, я обязательно запомню. Добрый день. Ой, здравствуй, милый Салли. У вас усталый голос, всё в порядке? Да-да, я в полном порядке. Просто отвлеклась на собственные мысли. Ты знаешь, со мной бывает. Вы дочитали эту книгу? Дочитала. Она вам вроде бы понравилась. Что не так? Концовка не по душе пришлась? Большинство концовок лишь ложь, которую мы рассказываем себе, чтобы создать обманчивую иллюзию надежды. Что вы имеете в виду? В реальности не бывает счастлив. У финала встал. Финал един для всех. И он ужасен. Смерть. Вы не можете знать точно, Роуз. А даже если и так, то разве жизнь не становится от этого ещё более драгоценным даром? Это наш единственный шанс снять... Сиять так ярко, как только можно, пока нас не поглотила вечная ночь. Поэтому я пытаюсь прожить свою жизнь как можно полнее, на случай, если другое у меня не будет. Не для тебя, мой мальчик. Мой. Эм. Не обращай внимания, дитя. Меня восхищает твой оптимизм. Я его боюсь. Я его боюсь уже давно потерял. Береги себя, Санли. Я понял. Понял, подожди. Мах. Не могу ничего с ней сделать. Жаль. Так. Все-таки побыли, все понятно. Дальше. Что нам дальше надо делать? Нам надо... Ё-моё. Из Гибсон. Чё я тебя свал? Просто хотел узнать, как у вас дела. Я, может, и старая, но сама могу себе позаботиться. Большое спасибо. Фиг. Тварь какая. А, что тебе надо, да? Просто я хотел сказать, если вам понадобится поговорить, я рядом. То есть, я знаю, вы сильная и самостоятельная женщина. Так что я... Это на всякий случай. За кого ты меня не запринимаешь? Я беспомощную слабую. То есть, спасибо, Сал. Но я и сама справлюсь. Теперь прошу меня простить. Пока. Пока я лучше не трогать. Так, погнали. Немножко по этажам погоняем. Опа. Чё такое? А, тут пытались с духом разговаривать. Попытались. Вон, да, вот такая штука. Кладёшь там доска призраков, или как она называется. Опа. Крестик Меган. Она уже не сможет его надеть, но ей приятно держать его поблизости. Так, ну, видимо, здесь уже ставить нечего. Всё там обыскали. Чё? Интересно, имеет ли она какое-то отношение к черепу в столе мисс Паккер там? То есть, получается, демона мы всё-таки завалили. Но тут ещё разбираться и разбираться. Что вообще творится? Чё за дичь? Чё за зелёная сопля какая-то там на стене? Нет, никак. Так, ладно. А чё надо сделать-то? Какое задание у нас? А, встретиться-то в 202-й. Сейчас встретимся. Сначала здесь обойдём всё. То есть, на нас хотят свалить... Убийство. Это плохо. Роберт. Ебан. Хера себе. Хера себе. Йо, чё как, дружок? Нормально, обычный день. Всё так плохо, а? Ха-ха, как поживаешь? Всё в порядке, дружище. Я грех жаловаться. Эээ... Как твой бизнес? Бизнес-то всё круто. А чем именно ты занимаешься? Про злой куковин. Ой. Ха-ха, я-я-я-я, я сливаюсь над тобой. Когда мой дед умер, всё отошло мне. Ого. Он был миллионером? Не. Но денег хватило на то, чтобы начать своё дельце, которое я давно хотел. За год я утроил свой капитал. Компания начала расти, а сейчас я почти ничего не делаю. Изредка проверяю, как идут дела, посещаю встречи и всё такое. Впрочем, это трудновато. 25 лет, а я уже почти на пенсии. Кац, ты здорово потрудился, чтобы достичь этого. Эээ, точно, рвал жопу, пока дела не пошли в гору. Хотел бы я, чтобы дед увидел мой успех. Думаю бы, он гордился бы тобой. Это огромное достижение, не каждому такое под силу. Спасибо, дружок. Эээ, я зачем сейф? Я не доверяю свои деньги банкам. Да, и любым крупным фирмам. Разве у тебя самого не крупная фирма? Ну, да, но это другое. Она ведь принадлежит мне. Ээ, почему ты здесь живёшь? Ээ, то есть ты ведь можешь позволить себе жить где угодно. Так зачем жить в дешёвых апартаментах, в которых и мебели толком нет? Здесь есть всё, что нужно. Зачем огромный дом с кучей поприкушек? С тобой ведь на тот свет их всё равно не заберёшь, так? Это лишний грустень, но ещё вниз. Я люблю жить тихо, делать то, что мне нравится. Идти куда и когда захочу. Вроде как жизнь без обязательств. Сечёшь? Ага, это круто. Хотя, не знаю, что бы я делал без телевизора и игр. Ха-ха. Ха, ну живи, как тебе нравится, дружок. Мы все разные. Так, окей, с этим Робертом мы пообщались. Непонятно зачем. Зачем он вообще нам нужен, этот Роберт? Ну, видимо... Надо было заглянуть к нему. Что там у нас в квартире Сал творится? Кошан, всё? Кино не смотрит своё. Опа. Сал, мне снова нужно на работу. Буду поздно. Если не поужинаешь с Лизой и Ларей, в холодильнике есть кое-какие остатки. Прости, что последнее время я постоянно занят. Может, удастся выбраться куда-нибудь на выходных. Люблю тебя, папа. Подожди, я там пожрать есть в холодильнике. Надо холодильник открыть, не? Кошан куда делся-то? Наверное, спит у меня в комнате. Ёперный, ты не пугай ты меня-то! Упс! Прости, Гезма, я не знал, что ты здесь. Что так резко-то в ухо-то это? Такой звук издавать. Я чуть сам такой звук не сдал здесь. Так. Супер Гер Бой. Хорошо. Зачем-то взяли, не знаю. Дом пригодится нам. Пошли в отцовскую комнату зайдем. Кстати, надо это, серию заканчивать уже. Что там? Под кроватью что-то есть. Это старая фотография мамы. Я думал, отец все их выбросил. Привет, мам. Я скучаю. Надеюсь, ты обрела покой. Наоборот, что-то написано. Генри, ты мой луч света в темном царстве. Не верится, что у нас будет малыш. Я так счастлива. Все просто замечательно. Люблю тебя, Диана. Отцовский компьютер. Отцовский компьютер включен. Нужен пароль. Может, удастся узнать его. Пароль. А сколько букв, цифр? Получается, семь цифр. Значит, может быть, там... Лучше света в темном царстве. Так, понятно. Тут ничего не понятно. Тот поработал над моей приставкой. Теперь она засекает зоны паранормальной активности. Я могу достать ее. Так, ага. Так, у меня не наживается. Shift. Могу, слушай. А все еще могу. Вон оно как. Значит, может быть, кто-нибудь у меня там терся в комнате? Не? Так, ребят, ну что, да, надо заканчивать уже серию эту. Уже затянулась она. О, опять, опять, опять. Здравствуй, Салла. Здравствуйте, мисс Андерсон. Как вы? Пытаюсь занимать себя чем-нибудь. Иначе сойду с ума. Мои так страшно, что я и никогда не смогу покинуть эти жуткие стены. Э-э-э... Вы так и не видели белого света? К сожалению, нет. Но не то, чтобы я была неблагодарна, малыш. Без этого ужасного демона здесь стало терпимее. Просто тут очень мрачно, безнадежно. Это сложно объяснить. Мне жаль, хотел бы я иметь возможность помочь еще как-то. Мы с Тоддом проводили множество исследований, но... Подожди минуту, дорогой. Да, здесь со мной говорит... Хорошо, конечно. Да, хорошо. Я понимаю, хорошо. Салл, мне нужно кое-что тебе отдать. С кем вы только что говорили? Прости, милая, мне нужно идти. Пожалуйста, будь осторожен. Но! Опа-ля! Конверт на мое имя? Хм, пусто. А в смысле пусто? Запарили? Кормить меня пустыми конвертами? Значит, подняться туда. Так, ладно, ребят, подняться, не подняться. Все, надо заканчивать с этой серией. Если она вам понравилась, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и Салифейс. Всем пока!